В четверг, 1 апреля, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов с рабочим визитом посетил Сергиевский район. Вместе с главой муниципалитета Алексеем Веселовым и председателем общественной палаты Самарской области, руководителем регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктором Часовских, они побывали на новом объекте по обработке твердых коммунальных отходов производительностью до 80 тысяч тонн в год и оценили работу недавно построенного водопровода в Калиновке. Современный мусоросортировочный комплекс ООО «Рекаст» стал восьмым по счету по сортировке отходов в регионе. Именно сюда региональный оператор «Экостройресурс» направляет потоки твердых коммунальных отходов из Сергиевского и близлежащих районов. На этом комплексе отделяют полезные фракции, подлежащие обработке, а остальное прессуют и отвозят на полигон для захоронения. С 2019 года в Самарской области существовало всего лишь две мусоросортировки, одна в Тольятти, другая в Сызрани. На сегодняшний момент, благодаря федеральной программе комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем регионе существует восемь мусоросортировочных комплексов. Что касается данного мусоросортировочного комплекса, то можно сказать следующее, что Министерством энергетики ЖКХ Самарской области в прошлом 2020 году была утверждена инвестиционная программа. Согласно инвестиционной программе, утвержденной для общества с ограниченной ответственностью рекаста, был построен данный мусоросортировочный комплекс. Комплекс оснащен современным оборудованием, с помощью которого осуществляется полный процесс сортировки отходов с момента их погрузки на первичную линию до отбора на фракции. Данный объект является важной составляющей в новой системе обращения с отходами, которая действует по всей России с января 2019 года. Сейчас на предприятии работает 29 человек, в основном это местные жители. Летом в связи с увеличением объема работ планируется расширение штата. В мае были начаты работы по землеустройству и уже в декабре месяце введена в строй линия по сортировке отходов на мусоросортировочном комплексе Сербевского района. В январе месяце происходили пусконаладочные работы, отладка оборудования по скоростным температурным характеристикам с учетом поступающей морфологии отходов. На нашем предприятии установлена фактически единственная в Самарской области сейчас мусороразрыватель пакетов в начальном этапе подготовки отходов к сортировке для облегчения сортировочного процесса. Вторым объектом, который посетил руководитель ведомства, стал новый водопровод в Калиновке, построенный в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В течение двух лет здесь было проложено более 20 километров новых наружных сетей водоснабжения, построена насосная станция пожаротушения и три водонапорные башни. Строительство водопровода было завершено в конце минувшего года и сегодня жители данного сельского поселения обеспечены бесперебойным водоснабжением на много лет вперед. Первостепенную важность имеет этот объект. Вода, без чего, наверное, сейчас ничего не обходится. Это второй проект в рамках национального проекта, который реализуется на территории муниципального района Сирийский. Два года срока реализации было. В ноябре прошлого года, под занавес года, мы этот объект ввели в эксплуатацию. В данном селе у нас была большая проблема по обеспечению водой, особенно это в летний период, когда воды катастрофически не хватало. Сейчас мы имеем законченный объект, который снабжает будет данное поселение водой, бесперебойно качественной водой. Теперь у нас появились еще пожарные станции как раз, что не хватало этому большому поселению. Почетные гости дали высокую оценку проведенным работам. Подводя итоги встречи, министр энергетики ИЖКХ напомнил, что национальный проект экологии, инсценированный президентом Российской Федерации Самарской области, реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Всего в рамках нацпроекта на территории губернии до 2024 года должно быть построено и реконструировано. Более 20 объектов питьевого водоснабжения качественной и чистой питьевой водой будут обеспечены более 300 тысяч самарцев.